И вот, помните, да, вот эту фотографию, такой человек-мэм, да, то есть его обменяли, Украина обменяла на своих бойцов, а он поедет к Путину. И знаете, мне очень жалко этого человека все время, все время. Вот я смотрю на этот фотографий, все ржут, а мне жутко его жалко. То есть его там схватили откуда-то, загнали в армию на срочную, отправили откуда-то из деревни, из голодной. Отправили в Украину, там он сдался в плен, там его подержали, теперь его опять отдадут Путину. Он его может опять на фронт отправить, да куда угодно вообще, хоть жуткие дела, конечно. И вот вспоминается сразу же такая фотография, знаменитая, которую я впервые увидел там где-то, наверное, в 80-е или в 90-е годы. Вот это Ян Кюнжонг, вот этот Ян Кюнжонг, это корейский солдат. Вот видите, здесь он стоит во Франции, это вот сзади него немецкий солдат Ганс такой, а это какой-то американский сержант записывает военнопленных. Вот у этого Кюнжонга странная судьба, он в 20-м году родился, Корея была японской территорией, когда достиг призывного возраста, 18 лет его призвали в японскую армию, там он принял участие в боях за Холхенгол, попал в плен, отправлен был в лагеря в Сталинске, и в сталинском лагере в 42-м году ему предложили воевать уже за рабоче-крестьянскую Красную Армию, он согласился, а куда он денется, его отправили на войну в 43-м году, его немцы взяли уже в плен и предложили воевать на стороне вермахта, на стороне фюрера, он согласился, его отправили в Нормандию, и там уже его в плен взяли союзники, уже ничего ему не предложили, отправили его в лагерь, он отсидел в лагере, и потом уехал в Соединенные Штаты, вот такая история странная, и вот когда говорят про людей, которые сами выбирают свой путь, вот всегда вспоминайте вот этого кренделя, да, и всегда вспоминайте вот это, никакой свой путь никто не выбирает, не дают эти суки, эти пидорасы не дают людям выбирать свой путь, какой свой путь-то они выбрали, кто им дал, да интерес, судьба можно в фильм поставить, да, ну есть подобный фильм, кстати, попугай говорящий на идиш, помните, очень хороший фильм на эту же тему, на подобную тему, ну, солдат, который попал во все возможные и невозможные передряги, в Украине погибло 78 парикамцев, 16 было меньше 21 года, блядь, жусь, почти все были срочниками, ну, я не знаю, что имеется в виду под парикамьем, да, если географическая, как бы, часть, то это, значит, Пермская область и Удмуртия, да, вся, а и очень часто парикамьем, почему-то одну Пермскую область называют, поэтому я не знаю, к чему это относится, но 78 даже для таких двух регионов, это через край, да, представляете, сколько людей уничтожено по всей России. Субтитры создавал DimaTorzok